Добро пожаловать на нашу вечернюю медитацию. Однако для тех, кто смотрит это где-то еще, может быть, утро или день. Но что бы это ни было, несомненно, для нас одно. Это настоящее мгновение. Все, что когда-либо есть. И поскольку мы находимся здесь, я хотел бы предложить прежде всего, чтобы вы убедились, что вы все еще дышите. Небольшой шаг. Я все еще дышу? Одну секундочку. Дайте мне в этом убедиться. В тот момент, когда вы понимаете, что дышите, ваше внимание смещается от размышлений и устремляется в тело. Конечно же, вы дышите, иначе бы вы почувствовали острую нехватку воздуха. Но обычно, конечно же, дыхание происходит неосознанно. Это очень простой шаг выхода из ловушки. Из непрерывного шума, ума, который мы называем мышлением, будучи захваченными этим движением и увлеченными вслед за каждой возникающей мыслью. Выходя за пределы этого, свободно смещая свое внимание, а не из-за того, что жизнь бьет нас по голове. Это уже другой возможный путь выхода из зацикленности ума. Простой вопрос. Я все еще дышу, и в этот самый момент ваше внимание перемещается от процесса думания. Это очень тонкая грань, поскольку в тот момент, когда вы начинаете осознавать дыхание, вы уже не думаете. Если же вы в этот момент заняты думанием, вы все еще не знаете наверняка, дышите вы или нет. Только если вы перестанете цепляться за думание, может образоваться разрыв всего лишь мгновение, секунда или две. Таким образом, тысячи лет назад, некоторые люди открыли это. И затем они превратили это в медитацию. Медитация осознавания дыхания, а на панасане с утра. Но все начинается с вопроса. Дайте-ка мне проверить, дышу ли я все еще. В этом основной смысл медитации. Поэтому, когда вы выходите из шума своих размышлений, это есть медитация и также проявление нового состояния сознания. Так что, давайте сделаем это снова. Я все еще дышу. Да. И затем, возможно, вы прочувствуете некую жизненность. Потому что вы поместили внимание в тело. Вы чувствуете некую жизненность внутри. И как же описать это? Ведь у этого нет формы как таковой. Но каким-то образом вы понимаете. Вы живы. Это уже новый путь переноса внимания из процесса думания. Дыхание становится якорем вашего присутствия в настоящем. Все ваше внимание в сейчас. Это новое состояние сознания, которое иногда в древних индийских учениях называют четвертым. Так как, кроме этого, существует состояние сна без сновидений, состояние сновидения и обыкновенное состояние бодрствования, то есть процесс вовлечения в думание. Но есть состояние глубинного присутствия, основа которого лежит вне вашего мышления. Я все еще дышу? Одну секундочку. Дайте мне в этом убедиться. Да. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...